Позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны ещё, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это... Что такое? Чёрт! 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 Да что же это творится?! Продолжение следует... Девушки отдыхают. Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья-Чёрного и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Ты знаешь, мы тут уже давно, а я всё привыкнуть не могу. Странное место, этот Д-6. Никогда бы не подумал, что такие огромные бункеры вообще броют. Говорят, ещё при Сталине строить начали. Строили, строили, пока СССР не развалился. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д-6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцем жаку так и не был, пока не ворк не принялся. А как о чём мы там? Слышал, что с группой Романовым случилось? С Романовым? А с ним-то что могло стрястить? Ты посмотри на тех двух салат. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на диспотку. Работай дальше. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Речься надо. Там же вроде всё спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идёшь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Чёрт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрёт ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Привет, Артём. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока, давай тебя... Итак, приступим. Прежде всего, противоказ. Без противогаза на поверхности и шаг не ступаешь. Однопыльчивость... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...